Друзья, всем доброе утро. Навигация от Сенсея продолжается. Сегодня у нас упражнение. Все внимание уделяем рукам. Они же верхние конечности. Очень вольные существа, живущие по сути своей жизнью. Свободные, личные, очень многообразные, живые. Вот оказываются в разных местах. Неизвестно вдруг как и почему. И что их туда привело. Поэтому следим за руками. За ним будет конечно посложнее немножко следить, чем за туловищем, который более-менее стабильно в пространстве. Движения такие, в основном такие микро, внутренние. Ноги например, ну что там, они как с троим шагом идут у себя. Левой, левой, правой, левой. И все. А здесь руки, друзья. Посмотрите в течение дня, что они вытворяют. То есть, каких они только не участвуют в действиях. И живут они причем сами по себе. А неосознанно уже. То есть мы, это все на автомате уже идет. То есть вы можете держать в руках телефон и при этом там разговаривать и забыть про то, что ваши руки делают. Держат телефон или там тычут кнопочки. Или ковыряются в носу, или грызут ногти. Или причёсываются. Чешут ухо и другие причинно-следственные места. Здороваются с кем-то. Обнимашечки. В душе там, не знаю, мочалочкой. Зубы чистят. Вот это все, руки, делают большую, огромную работу. И поэтому за ними очень сложно будет уследить. Но нужно постараться, друзья. То есть это наш блок. Анатомия. Внимание на теле. Мы вот скоро тут завершаем уже. Буквально дня два нам еще поработать с головой. Потом мы все это опять же насадим на туловище. И целиком уже будем опять же как в первый день. Но сравним ощущения. Сравним вот это качество внимания. Которое, по идее, должно возрасти. Потому что мы по отдельности проработали каждую часть тела. И потом мы это все опять же склеим. Соединим в единый механизм. В один единственный наш организм. И будем все это чувствовать. И дальше уже из этого блока анатомии. То есть на базе вот этого ощущения тела. Хорошего такого прокачанного. Да, в течение недели. Мы уже будем дополнять разными штуками. Другими уже медитациями. Ну не буду сейчас спойлерить. Будет интересно. Будет интересно однозначно. Вот. Это была база. Нам нужно ее прокачать. Так вот. Возвращаясь к рукам. Какие могут лайфхаки вам помочь? Ну вот эту юркую зверушку. Руку. Как-то попробовать. Ну следить за ней. Уж очень не такие ловкие ребята. Эти ручки. Все ловливые. Первый лайфхак. Помните такое ощущение от обтягивающей одежды? Ну спортивная часть всего одежды. Или там термобелье. Или рашгарды. Кто занимается грэплингом, бродицком, джиу-джитсу, борьбой. Вообще довольный и так далее. То есть это сейчас уже ну прям очень типично, популярно. Ну я считаю это правильная одежда для спортсменов. Вот обтягивающие рукава. Это ощущение руки целиковой. То же самое с вниманием. То есть ваше внимание, оно должно стать вот этим рукавом. Который плотно обтягивает руку. И соответственно вы ее целиком чувствуете. Снизу доверху. И сверху донизу. Эти ощущения соприкосновения с одеждой. Напряжение где-то. Или расслабление. Тяжесть руки, вес. То есть все это считывается через вот такой как бы образ. Ну не образ, это просто вы... Я вам просто подсказываю. Это просто такой указатель, да. Чтобы вы почувствуете всю руку целиком. Вот я вам даю такой как бы лайфхак. В виде рукава. То есть внимание рукав. Кратенько так назовем. Второй способ. Прочувствовать руку. Хорошо. И можно тоже это повторять. Это встряхивание руки. То есть прием опять же и спорта. Спортсмены это часто делают. Особенно боксеры. Которые кстати хорошо чувствуют свои руки. У них с этим упражнением вообще никаких вопросов не должно быть. Кто боксом занимается. Это обязательно... Ну без этого вообще никак. То есть расслабленные руки. Это чуйка должна быть. Плечи расслабленные. Болтаются ручки. Вот Конора Макгрегора. Сполните походку. Вот специальное. Да такое встряхивание руки. Расслабление. В противоход шагам. И соответственно когда вы встряхиваете руку. Что происходит. Почему это ощущение усиливается. Вибрация друзья. То есть вы когда руку встряхиваете. Она вся трясется от кончиков пальцев. Через предплечья. В плечо. И прям до трапеции. Туда шею это все отдается. И таким образом. Это целиковое движение. Вибрационное. Оно. Вот то что я про рукав говорил. А здесь вот эта вибрация. Она одна единая. Делает это ощущение одним целым. И руку одной целой рукой. Вот это тоже хорошо помогает. И кончики пальцев здесь тоже очень. Ну хорошо тоже чувствуется. Как кисть болтается. Вот такой лайфхак. Конечно же третий лайфхак. Друзья это наш. Уже проверенный. Это вы закрываете глаза. То есть вот вы идете. Прогуливаетесь. Руки ваши свободно болтаются. Вы за ними следите. Как они у вас к затылку к шее туда прицеплены. И болтаются. Вися как в веревках плети. И вы прикрываете глаза. Прикрыли глаза. У вас соответственно эти ощущения. Они. Сигнал от рук. Он становится более качественным. Более глубокое погружение. Что-то происходит. Вот уже три вам приемчика. Для этого. Это можно везде в принципе. Так ноги также можно стряхивать. Кстати говоря. Вибрационным способом. Вот чтобы потрясти тело. Также относятся прыжки. То есть вы можете просто поскакать чуть-чуть. Как вот на скакалочке. Только на носочках можно попрыгать. Можно на пятках. Можно жестко на стопе. Чтобы прям все тело протрясти. Но поскольку у нас сегодня внимание на руки. То вот. Когда вы будете прыгать. Обратите внимание. Как у вас руки трясутся. В той же самой вибрации. То есть можете просто рукой трясти. А можете прыгать. Сегодня на моем канальчике. Там выйдет. Видео. Как раз. Посвященное вот таким дополнительным упражнениям. Ну типа из цигуны. Железная рубашка. Набивка. Такая гимнастика. Здоровительно. Энергетически. На внимание. Психоэмоционально. В общем посмотрите. Такой самомассаж. И там будут тоже вот эти упражнения показаны. Так что можете посмотреть. Тоже вам поможет. Ну к тех кто занимается. Ребят. Сегодня наверное делаю опрос. Интересно. Кто эту практику делает реально. А кто просто там читает. Смотрит. А кто вообще тупо такой. Типа на сега. Все это нужно. Где просветление. Что о чем. О чем тут речь вообще идет. Ну так вот. Рассказал да. Про лайфхаки. Еще вариант. Да. Вот еще лайфхак. Представьте аппарат. Для сканирования там. Организма. Можно представить эту трубу. МРТ. Томмография. Вот этот. И. Ваша рука погружается. Вот этот аппарат. И вот это кольцо. Внимание. Такое. Лучистое. Такое. Как свет. Да. Искристое. Оно проходит от кончиков пальцев. Подымается вверх. В кисть идет. В ладонь. В запястье. Предплечье. Поднимается выше. Локтевой сустав. Потом идет плечевая кость. Соответственно. Там где у нас двуглавая мышца. Трехглавая мышца. Ниже бицепс 30. Потом подымается вот эти дельты. Это наш плечевой сустав. Эти мышцы пучки. Которые держат. Значит окружают плечевой сустав. Дальше идет трапеция. Лопатка обязательно. Как часть верхних конечностей. Дальше поднимается. Внимание в виде сканирования МРТ. Трапецию. Воротниковую зону. В шейный отдел. Туда в шею. И прямо до самого затылка. Представьте как. Вся конечность верхняя. Она крепится. По сути к вашей голове. К верхнему плечевому поясу. К верхушке позвоночника. Представили? Как такие ветки. Как такие гроздья. Такие тяжеленькие. Почувствуйте вес рук. Они тоже. Весят чего-то. Каждый сустав. Все вот это вот. Кожа, мясо, кости. Сухожилия. Все это нужно ощутить. Просканировать. Как только вы добрались с этим аппаратом. Доверху. Можно спускаться вниз. И так же потихонечку. Плавно, мягко, не спеша. Если где-то отвлеклись. Вернулись обратно. Продолжаем дальше. Как вода стекает. Так вот потихонечку. И вы вниз пошли. Опять в плечо ушли. Опять пошли в локтевой сустав. Предплечье захватили. Лучи запястные. Кости, запястья, кисть, пальцы. Все просмотрели. И так вот, как на лифте, вы можете вот этот аппарат запускать опять снизу, доверху, сверху, донизу. Таким образом происходит это внимательно, внимательно изучение. Но это хорошо будет настроиться прямо на прогулке, когда ничего не мешает. У вас рейтмичные движения. То есть мы как раз занимаемся тем, что вот эту статическую медитацию, классическую, да, с чем обычно она ассоциируется в медитации. Там сидеть. Там особенно еще, блин, там лотоши любят сидеть. Люди крещеные ноги. Я не пропагандирую такой способ. У меня стулчик есть. И садитесь на стул, да и спокойно сидите себе. В чем проблема. А здесь мы в движении. То есть у нас медитация, она должна быть практичная. И она должна быть привнесена в нашу жизнь, чтобы мы вообще в течение жизни были, ну, как можно больше в сознанке. Чтобы мы не были в омрачении ума в течение дня, когда происходят, ну, всякие разные события. Мы двигаемся, все как бы вокруг двигается. Всякие разные мы эмоции испытываем, разговариваем. Вот, и нам куда-то надо зайти, выйти, спуститься, что-то поднять как-то. Вот это все. И при этом оставаться вот в этом осознанном состоянии сознания. Поэтому, конечно же, вот эта прогулка, она является таким промежуточным звеном. Потому что, ну, не требует особо там какой-то уж очень сильной внимательности. У вас ритмичное движение. И вы вот в эти движения встраиваете свое внимание. Разглядываете все свое дело. Начали мы целиком, тело смотрели, потом мы смотрели ноги, потом мы смотрели туловище наше. Сегодня мы смотрим руки. Завтра у нас будет заключительная отдельная локация. Это голова. Прямо от головы рассмотрим и жизнь головы, чем она живет. И что там особенно богатое мимика, да, лицо. Где там еще какие-то движения происходят. Ощущения, волос и так далее. Ушки, там органы зрения, органы слуха. Ну, вот это все. Потом опять это все целиком, опять же, облаком таким. Укутаем вниманием целиком все наше тело. Вместе с головой, руками, ногами, туловищем. И, соответственно, у нас начнется новый блок упражнений медитационных по ходу, на ходу, в движении, динамическая медитация. То есть, вот такие вольные названия. Мы с тобой поняли, да? И, соответственно, там уже будет проработка визуальных образов. И звуков мы с ними поработаем. Ну, и прочие другие задания, которые будут уже именно на основе четкого, уравновешенного, стабильного. Ну, кто работал, да? Кто старался. Вот. Стабильного такого внимания. В этой фундамента базы в теле. В ощущениях, чтобы вы не улетали. То есть, это вроде бы такие простецкие задания, как бы не относящиеся вот к этим представлениям о духовности. Там левитации, там экстрасенсорики. Ну, по сути, это база, ребят. Это просто база. Если вы не чувствуете свое тело, не ощущаете свое тело в пространстве, его вес, его состояние, эти ощущения. Ну, о чем тут можно говорить? То есть, вы просто дальше не сможете двигаться. Или сможете, но это будет такое, знаете, прерывистое такое. Ну, просто по себе тоже. Из своего опыта. Говорю, когда вы спешите куда-то там уйти, сразу мыслить, там кинуться, изучать, исследовать. Или там эмоции, чувства, вот это все. То просто, как будто бы вы не закреплены. Как будто бы вы не укоренились в чем-то, да? Очень все воздушно. Потому что, ну, ощущения тела, они более, скажем так, плотные, что ли. Они более ощущаемые. С них, конечно же, нужно начинать от простого к сложному. Ну, это просто педагогика и принципы ее. Поэтому мы берем это за основу. А вот это все уже мысли, чувства, эмоции. Это, ребята, такая уже более тонкие материи. Их уже сложнее уловить. Идею поняли, да? Но мы к ним доберемся обязательно. Не на этой программке, а потом уже попозже. Ну, а в конце концов, никто же вам не мешает. И сейчас немножко так, краем глаза, да? Посмотрите, что там происходит. Какие у вас мысли происходят в течение этой программы, да? То есть там же может быть, например, что за руки? Зачем мне за этими руками с ней? Где духовность? А где чакры? Почему руки? Вот это вот ум начинает как-то вот вмешиваться, пытаться вас уговорить от таких бессмысленных, с точки зрения ума, занятий. Сразу скажу, что смысла здесь нет никакого. А здесь есть задача. Задача управления вниманием. То есть научиться управлять вниманием. Вот эти вот все смыслы, мысли, это все какая-то параллельная реальность, на которые не стоит обращать внимания во время практики духовной. То есть мы обращаем на них внимание, но мы их не принимаем на веру. Мы как бы, ну вот, типа, ага, есть такие соседи, да, попутчики прохожие. Все, да, как прохожие, эти мысли прохожие. Собственно, и так же будем с эмоциями там, вы можете на них посмотреть, на эти эмоции, на эти чувства, что вы испытываете. Какое-то, может быть, раздражение, какое-то, может быть, вы будете чувствовать. Это же нормально. Это все происходит практически, ну, постоянно, перманентно, одновременно. И ощущения в теле, и какие-то мысли, и какие-то чувства. И это такой микс, это все, ну, такая каша, такой бульон. И чтобы в этом разобраться во всем, просто вот сенсей вам предлагает и так вот все разделить на какие-то фрагменты и проработать их очень тщательно, очень, так, цельноправленно. Даже, видите, просто тело взял, тело, конечность, и голову, и все, идувающие. И тоже поделил на части. То есть еще деление, еще деление. То есть вот таким вот образом. То есть атомизация такая. Кусочки, а потом мы опять это в общем. То есть мы фокусируем свое внимание, ребят, концентрируемся, учимся вниманием, правда, как бы и расширяя его, и сужая его, да, и локализируя где-то в какой-то точке. И потом расширяя, да, как бы захватывая вот это пространство побольше объектов, стараясь себе как-то, ну, так объемное зрение периферийное. То есть вы можете когда-то в точку смотреть, да, вы можете смотреть таким периферийным зрением боковым, ну или объемным, так же это называется, когда вы вот в этом поле внимания включаете большую, скажем так, площадь восприятия, окей? И это такое просрение, понимаете, так же можно со слухом работать, так же можно вот с этим, ну, внимание, и это, вот, он и выражается во всех этих, как бы, каналах, да, и внимание через зрение, и непосредственно зрение внимания, посредственно слуха внимания, посредством этих вот тактильных ощущений, да, осязаний, обоняния и так далее, и так далее. Это просто такие, как бы, каналы, как ваше внимание проявляется, скажем так, работает. А так, по сути, это все одно и то же, все одно целое, это просто внимание, восприятие. Но чтобы это изучить, мы как раз используем этот ум, который это прекрасно умеет делать, разделяя и властвуем. Но здесь мы только разделяем и не властвуем. Просто разделяем, чтобы посмотреть, чтобы побыть, чтобы погрузить туда внимание, насколько это возможно. Мы тренируем его, получаем необходимый опыт, свой личный, проживаем не теорию, а именно практический опыт. И здесь нет ничего догматического, друзья, тоже вот вам хочу сказать очень важную вещь. Нет ничего здесь, как правильно должно быть. Это будет у каждого по-разному. То есть зависимости от всего. Очень много тут зависимостей. То есть в этом смысле детерминизм можно даже туда запихнуть и судьбу. С пороком. А рока тогда добрый или злой. Тут же вам такое значение этому придадите, такое он и будет. Смысл в том, что зависимости очень много. Какого вы в возрасте находитесь? Какого пола? Какой локации? Какой климат? Какое воспитание? И очень-очень много. И вот вы по-разному этот опыт будете воспринимать. Хотя по сути он, конечно же, он народный. Потому что все мы живые существа. Так или иначе. Вот эта ткань жизни, она пронизана, по сути, такими стандартными каналами восприятия. Пронизана. Она буквально и есть на все внимание восприятия. Причем обратите внимание. Причем обратите внимание. На то, что сегодня вы можете определенным образом получить какие-то ощущения, а завтра это будет по-другому. Ну или что-то добавится. Или наоборот что-то уйдет. Таким образом вы практически понимаете, что такое состояние и их временность. Это не постоянство. А ничча. На санскрите. Ну это такой буддийский как бы критерий, да? Не постоянство вещей, не постоянство всех форм, состояний. Постоянство в жизни, которые видимые. Поэтому форма есть просто, простота есть форма. Тоже, наверное, слышали, да, ребят? Ну в буддизме немножечко-то пытался разобраться. И вот вы таким практическим способом это понимаете. Да, то есть вы привязались к какому-то состоянию, но раз, нас очень развалилось. Ну типа, вау, как классно чувствую, сегодня руки. Руки такие, прям, четкое, такое ощущение полнопрожжение руки. Я вижу, куда они идут, чем они занимаются, как они чистят зубки, как они открывают двери, там, причёсываются, готовят еду, потусят чашку, я чувствую чашку, я чувствую температуру. То есть руки, прям, вот руки-руки. Высок в них всяких функций, там, и защитных, там, и отталкивающих, хватающих, и хватательных рефлексов всех. Пальчики, да? А потом раз-таки на следующий день, и что-то прям, ну совсем никак не чувствуют эти руки. И мысль такая, блядь, что же я за такое вот невнимательное существо. Ай-яй-яй-яй. И начинается эта мысль, оценка, суждение и плохие разные эмоции, подавленность, состояние подавленной. Уныние, тоска, печаль. Но это тоже всё проходит. Так что, не унывайте, друзья. Продолжаем двигаться. Если это прорабатывает месяц, ну вот то, что я вам даю, вот эту программу, куда, вместе со мной, ходим, двигаемся, наблюдаем. Если мы делимся впечатлениями, то гарантированно, гарантированно будет эффект однозначно. Качество вашего внимания, оно в полу улучшится в разы. Но это как бы вот, потому что тренировка, я вам просто как-то не говорю. То, что тренируется, оно потихонечку свои качества улучшает. То, что не тренируется, оно либо остаётся на месте, либо вообще теряет форму. Ну, форму в смысле вот этой готовности, вот это вот качество, чувствительность. А здесь мы повышаем нашу чувствительность. Всё, за всем я умолкаю. Всем желаю хорошей тренировки, хорошей практики в течение дня. С вами был Сансей Макс. Ус.